В регион пришла настоящая зима. Спасатели советуют водителям авто быть осторожными, выезжая на загородные трассы. Какие внештатные ситуации могут произойти и как к ним нужно готовиться, узнала наш корреспондент Анжелика Сычева. Наступила зима. В нашем регионе она длится дольше трех календарных месяцев. Как правило, холодный сезон растягивается на полгода. Снег, метель, сильные морозы приходят еще осенью. В этом году зима особо к нам не торопится. На улице чуть ниже нуля, снега еще мало, в отличие от соседних регионов. Но скоро все изменит сибирский циклон, который надвигается на область. Вчера объявлено штормовое предупреждение о резком изменении погоды. Днем 6 числа на сутки 7 декабря по Северокстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20, местами 23-28, впорывом до 30 метров в секунду и более. Также 6-7 декабря ожидается туман, гололед, метель. По словам спасателей, владельцы авто не должны пренебрегать правилами поведения на трассах, особенно на дорогах, отдаленных от населенных пунктов. Аварии, поломки машин, снежные заносы, переметы, гололед. Зимой трассы полны неожиданностей. Службы ЧАЭС готовы к аварийно-спасательным работам. На особый контроль спасатели возьмут снегозаносимые участки. Их в нашей области около 400. Подготовлены для предупреждения ликвидации червячайной ситуации 55 единиц высокопроходимой техники. Из них наиболее подвержены снежным заносам районы распределены техники и дистанцированы близко к снегозаносимым участкам КАМАЗ-Вахтовки. У нас это Габитово-Сюрепо, Аиртаусском, Жамбурском районе. В данный момент планируется выделение с областного центра дополнительно высокопроходимых болотоходов треков. Спасатели к зиме готовы. А вот у некоторых людей инстинкт самосохранения зимой пропадает. Они могут выехать в непогоду из своего населенного пункта даже тогда, когда получили штормовое предупреждение. Желательно автомобиль против ветра поставить ловым стеклом, периодически прогревать воздух в автомобиле во избежание обморожения. Потом максимально экономить горучие смазочные материалы. При выезде обязательно в порядке больше теплых вещей с собой взять и продукты питания. желательно. И горячий чай в термосе. С начала зимнего периода североказахстанские ЧАЭСники отправили 30 штормовых предупреждений. Уже дважды вводили ограничения движения на дорогах. Анжелика Сычева, Михаил Казначеев. Новости МТРК.